Следующий наш гость является, наверное, всемирно признанным, без преувеличения вам скажу, экономическим экспертом, не только по вопросам экономики Украины, но и вообще и России, и Европы. Это профессор, Джордж Таун Университи, экономист, дипломат, эксперт аналитического центра в Вашингтоне, Атлантик Каунсел, Атлантический Совет Андерс Аслунд. Пане Андерсе, я вас витаю, приветствую вас. Добрый день. Добрый день, пане Андерсе. Ну вот, давайте без обидников и начнем, собственно, нашу беседу. Вот, с заявления Минфина США о том, что Кремль теряет большие деньги из-за потолка цен на российскую нефть. На снижение доходов Российской Федерации, согласно Минфину США, также повлияло то, что европейские страны в преддверии зимы сформировали достаточные запасы топлива. Также в Штатах заявили, что сложившаяся ситуация позволит бедным странам, наиболее пострадавшим от энергетического кризиса, закупать российское топливо по более низким ценам. Вот, скажите вообще, давайте начнем с того, чем сейчас вы можете объяснить падение цен на нефть, которая, судя по всему, и потолок этот, который стоит, собственно, российской экономике 170 миллионов долларов. Мы такую цифру слышим сейчас. Миллиардов долларов. Нет, нет, в день. Речь идет о 170 миллионов в день. Да, ну хорошо. Да, но что случилось? Это что Россия сейчас продает нефть от 35 до 40 долларов за баррель. Это значит, что приблизительно половина цены, которая есть на рынке, приблизительно 70 долларов. И кто это больше всего покупает, это Индия, Китай и Турция. Что они получают тогда дешевую нефть. И Россия сказала, что будет продавать и продадут. Что это все отлично идет. И это как нефть приблизительно половина экспорта России. Это значит, что Россия сейчас потеряет приблизительно четверть своего экспортных доходов. Что имеет очень много значений. Это значит, что для бюджета российского это больше, значит, вероятно, 30% бюджета исходит из этой причины. Что надо сказать, что до сих пор этот потолок на цены нефти лучше работает, чем ожидали. Что боялась, что тогда будет более высокая рыночная цена на нефть. Оказалось, что наоборот. России надо продать эту нефть и продадут на тех условиях, которые рынок дает. Что вы скажете по поводу заявлений Путина и российских экономистов, что российская экономика держится, что никакие санкции ни на что не повлияют, денег хватит. И как минимум на продолжение этой войны у Путина еще денег хватает. В целом, как вы оцениваете это заявление? Ну, если Путин это говорит, это значит, что это ложь. Путин очень простой человек. Он всегда врет. И мы вероятно смотрели вчера, как он ругал самместитель премиера Дениса Мантурова. Мантуров сказал, что есть контракт для строения самолётов и вертолётов. Путина сказал, что не разговаривался, что они сказали мне что нет контракта. Я никогда не видел, что Путин так ввёл себя с министром. Это очевидно, что он чувствует сильное давление. Обычно такие встречи происходят, как во время Брежнева, что каждый делает своё, и никто не спрашивает, что сказано. Что это совсем другое, что Путин показал, что у него действительно кризис сейчас. Да, но вот кризис сейчас в экономическом смысле, но и в политическом, разумеется, в преддверии заседания Рамштайна. Уже на следующей неделе, 20 января, соберётся коалиция Рамштайн в Германии. Это будет первая в 2023 году встреча контактной группы, которую возглавляют США по вопросам обороны Украины. Отмечается, что на встрече поднимут вопрос координации дальнейшей военной помощи Украине, в частности, поставки в стране боевых машин, пехоты и зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также ожидается, что к группе помощи Украине присоединятся несколько новых стран. Пан Эндерсон, вообще, как вы оцениваете решение целого ряда трёх стран, я сейчас говорю про Германию, Францию и США, дать Украине БМП? Многие это оценивают как преддверием к всё-таки решению дать Украине танки, леопарды, скорее всего. И насколько это поворотный момент? Вот то, что мы слышим, то, что мы видим сейчас, что Запад всё-таки понимает, что Украина должна одержать убедительную победу, и для этого ей нужно напрячься и даже, может быть, рискнуть вызвать некую эскалацию со стороны России, о которой говорят западные союзники. Вот, судя по всему, они перебарывают себе этот страх этой эскалации. Да, я думаю, что это совсем точно, как вы говорите, Петер, что сейчас понимают, что надо дать Украине танки. И здесь, ну, вы видите, всё время первые дадут разные оружия, потом дадут, что это постепенно больше. Но я думаю, что высказывание президента Макрон, что сейчас Франции дают, как он называет, лёгкие танки, что они не называются БМП, по-французски, но лёгкие танки. Что это значит, что тоже будут тяжёлые танки, как вы говорите, достаточно скоро. И здесь в Вашингтоне, конечно, очень сильная дискуссия происходит всё время по поводу Украины. И я думаю, что особенно важно, чтобы все министры Кандалиса Райс и Роберт Гейтс, очень уважаемые республиканцы, писали статью в Вашингтон-Пост, несколько дней там, где они писали, что время может быть не на стороне Украины. В смысле, нам надо дать Украину всё, что надо сейчас, и не позже. И тоже я слышал, что генерал Весли Кларк выступил и сказал, что худшее, что может случиться для Америки, это что Украина проигрывает войну, чтобы Россия получилась с офенсивом против Украины позже в этом году. Потому что тогда, с одной стороны, США уже дал столько оружия, и не получилось, и тогда внезапно США выглядит голая. И это не хотят. Мне кажется, что такие мысли сейчас преобладают здесь, в Вашингтоне. Надо Украине сейчас дать оружие. И, конечно, это странные идеи, которые называются, особенно здесь, в Вашингтоне, в Совете о безопасности, что нельзя провоцировать Путина. Что постепенно люди понимают, что это просто ерунда. Что Путин делает, что он может, и это не очень. Что это война, переговоры. Тем более ясно, что с Путиным нельзя вести переговоры. Здесь, в Вашингтоне, есть фраза, которая очень говорит, что все войны кончатся с переговорами. Что вообще неправда. Что всякие войны, например, в Ираке, в Корейской войне, Второй мировой войне не кончились переговорами. Это капитуляция, или победа, или революция на другой стороне. Что это просто слабое мышление. И постепенно такие слабые аргументы проигрывают здесь. Ну, вот вы сказали, да, про вашингтонский эстеблишмент, да, и было обнадеживающе увидеть такую статью от Кандалиси Райс, которая, собственно, не являлась таким особым хок, ястребом по вопросу России. С другой стороны, мы знаем, что вот новая метла, по-новому сейчас метет в Палате представителей, Кевин Маккарти, который, судя по всему, будет очень зависеть от этих трамповских элементов в Конгрессе, которые очень скептически относятся к тому, что Украина должна получать вот такого рода и такого масштаба поддержку. Как вы считаете, как минимум до следующих выборов, будем брать этот отрезок, до 2024 года, эта поддержка, можно ли Украина рассчитывать на этот же масштаб, этот же темп поддержки, невзирая на вот новую конфигурацию в американской политике? Нет. Украина сейчас получила 45 миллиардов долларов, но это до конца сентября этого года. Очень сложно будет получить больше денег в Конгрессе. Что в самом деле, что мы видим сейчас, это другая граница, что надо, чтобы Украина победить до конца сентября этого года. Потому что иначе мы не знаем, если США может дать больше денег. Конечно, администрация хочет, 90% республиканских конгрессменов хотят, но надо получить последние 10% конгрессменов, потому что республиканцы голосуют как одна партия. И если Макканзи не может получить поддержки от этих трампистов, которые достаточно открыто поддерживают Путина, тогда невозможно, чтобы США дает больше денег. Что надо все дать сейчас, чтобы это действительно получается. Это другая причина, почему надо сейчас передать танки и дальние ракеты тоже. Что надо сейчас делать. Паналес, а вообще, как вы объясняете вот эту поддержку Путина со стороны вот этих персонажей, ну, будем говорить открыто, их главным инспиратором, это Дональд Трамп, чем она, собственно, объясняется? Вы смогли понять, наблюдая за ними все эти годы, и вот, особенно сейчас, в чем корень этой пропутинской симпатии? Ну, к сожалению, мы не знаем. Конечно, подозрение, что это конкретные деньги для конкретных людей. Но это мы не знаем. Что-то расследование господина Роберта Муллера, к сожалению, вообще, несмотря на финансовую сторону Трампа, ну, тоже можно сказать, что Трамп вообще поддерживает диктаторов. Его первая поездка за рубежом, это была Саудовская Аравия, что он явно чувствует себя отлично, когда это авторитарная клептократия, именно типа Путина. Да, ну, тогда вопрос у меня, все-таки, возвращаясь к экономической ситуации, в контексте того, что Евросоюз объявил, что будет сейчас вводить 10-й пакет санкций против России, разумеется, из-за полномасштабного вторжения в Украину. Это новое ограничение будет касаться, собственно, и Беларуси. Европейские дипломаты неохотно делятся деталями будущего санкционного пакета. Они подчеркивают важность эффекта неожиданности. Мы знаем, что новые санкции будут касаться продукции, которая потенциально может быть использована российскими военными, dual use, что называется. Ну, и также будут эти санкции и против физических лиц, которые ответственны за агрессию России, против Украины. И вот знаем, что этот процесс может замедлиться в очередной раз из-за обструкции в Венгрии. Вот в целом, Манандельцы, как вы вообще расцениваете все эти пакеты? То есть, насколько они действительно эффективны в том смысле, что ближайшее будущее смогут изменить все-таки расчет Путина? То есть, как-то на него повлиять? Потому что, ну, собственно, 10-й пакет, 10-й пакет. А ВОЗ, собственно, и ныне там. Может быть, стоит подумать о изменении этой тактики? Вы вообще с самого начала являлись пропонентом такого рода санкций? Или сделали бы что-то качественное по-другому? Ну, были пропоненты приблизительно таких санкций. Но если мы смотрим на разные группы санкций на пакетах, первая санкция, это была финансовая санкция. Они были важные, но имели меньше влияние, чем мы ожидали. Но все же в прошлом году в начале Россия ожидала экономический рост на 3%, но получился спад на 4%. Как можно сказать, что вероятные санкции имели влияние 7% экономического роста? Это немало. И в этом году ожидают, что будет спад на еще 4%. Что в самом деле будет, мы не знаем. Но вторая группа санкций это контроль над экспортным технологиям в России. Я думаю, что это очень важное и на краткий срок и на длительный срок. Это именно о чем Путин вчера разговаривал с Монтуровым в самом деле. Что у них нет электроники для самолетов и вертолетов из-за того они не могут подписать контракты. Что это очень важно. И третье, о чем мы говорили в начале этого разговора, потолок на ценах нефти и, конечно, тоже газ. Это что действительно очень важно. Что это, скажем, три главные санкции против России. Тоже важны личные санкции. Это приблизительно 1800 людей сейчас, которые под санкциями следы россиян. Здесь в сумме списка украинского списка это 18 тысяч человек, которые должны быть под санкциями. И постепенно это будет больше и больше. В начале это только было некоторые, как Ротенберг, Тимченко и Ковальчук. Сейчас уже больше тысячи, скоро будут несколько тысяч. Это значит, что эти люди не могут жить и быть в Европе, где они больше всего хотят терпить. Что я положительно сказал бы. Главные санкции, как мы уже обсуждали, это, конечно, остановить цены на нефть. Ну, а вот смотрите, мы видим, что Венгрия продолжает заниматься обструкцией своей и так далее. Как вы в целом оцениваете сейчас, есть ли какой-то план все-таки преодоления этого со стороны Кремля? Как вы оцениваете геополитическое сейчас положение России? Есть ли у России сколько-либо значимые сейчас союзники, на которых Россия все-таки может опереться? Ну, скажем, единственные союзники это Северная Корея, Иран. Это не очень. И потом внутри Европейского Союза, как вы право говорите, Петер, это, конечно, Виктор Орбан и вопросом, как можно судить Орбана и его группу за коррупцию. Коррупция есть, и мы знаем, как они это делают. Это хорошо показано, но надо это остановить. И Орбан сейчас не очень демократический лидер, и он использует всякие методы. Мне кажется, что постепенно Европейский Союз ослабит его позиции слишком медленно это идет, но я не считаю, что Орбан будет победить в этой борьбе. Независимо от того, что он очень способный оператор политики. Ну хорошо, вы сказали Северная Корея и Сирия, ну а что по поводу все-таки Китая? Китай, мы понимаем, что Китай возможно устал от этого, от этой войны в какой-то степени. Китай, как передает Financial Times, был не готов к масштабу затеянного Путиным в Украине. И не только масштабу, а того, как оно затянулось. Собственно, очевидно, что Путин полностью не сообщил о своих намерениях в Украине. И тем не менее, судя по всему, Си Цзиньпинь тоже не может позволить Путину вот так открыто, в чистую проиграть. То есть, что вы вообще скажете о позиции Китая? Мы же понимаем, что Китай, в принципе, наверное, самый влиятельный игрок, который может, в принципе, повлиять на Путина, свернуть войну в Украине. Первое, я думаю, что Путин даже не слушает Китая. Второе, мне кажется, что Китай очень мало делает для России. Намного меньше, чем, например, Эрдоган, тоже Индия. Что Китай очень боится вторичной санкции, особенно США, но тоже Запада вообще. Китай не дает оружия, насколько мы знаем, Россия тоже не амуниция, что достаточно легко было бы. И Китай не дает финансирования России и только покупает дешевую нефть из России. Турция намного больше делает, чтобы обходить санкции, чем Китай. Что Эрдоган ничего не боится. Он не боится вторичной санкции, как Турция является членом НАТО. Надо больше смотреть на Турцию и на Китай, мне кажется. На Турцию. И при этом мы слышим, что Турция может быть даже последнее время дает украине кассетные боеприпасы. Тоже очень интересная такая информация. Андрес, тогда я хотел уже в нашей следующей части беседы поговорить о ваших прогнозах на 2023 год. Вы недавно в одном из своих интервью сказали, что в 2023 году Украина решительно победит Россию, а режим авторитарной клиптократии Путина будет разрушен, он потеряет власть и возможно даже жизнь. Очень оптимистично. На чем вы основываете свои такие выводы? Ну, мы все видим, как война идет. Никто не ожидает сейчас, что Россия в ближайшие месяцы будет сильно атаковать. мы ожидаем, что Украина будет атаковать. Мы ждем давно большой украинский офенсив, что это о войне. И по поводу Путина мы видим сейчас, что он очень боится вообще встречаться с людьми. Он только встречается физически членами Совета безопасности три раза в прошлом году. И все время он их держал на очень длительное расстояние, по крайней мере 10 метров. Что явно он боится, что кое-кто среди них будет его отравить, если будет близко нему. Конечно, он может проверить заранее, что у них нет оружия, что это должно быть отравление, которое он боится. И вы видели, например, сейчас на Рождество он был в большом соборе, где патриарх, но он был маленьким царским царским церкви в Кремле, и там только священники были и он, и он имел тогда очень много одежды, и вероятно, это было, чтобы защищать его, если кто-нибудь там стрелял, что это человек, который просто имеет полную паранойю, и очень боится, что кто-то его хочет стрелять. И мы видим, что случается настощение генералов в Украине. Здесь генерал Армагеддом Суревиким пришел и ушел. Ушли его. И так я думаю дальше. Раньше считали, что Герасимов оказался очень слабый, и сейчас он стал снова начальником, что выглядит как полный хаос на военном поле. И почему? Из-за того, что Путин хочет все решить сам. Это и сам ничего не понимает. Я думаю, что только вопрос времени, когда кто-то говорит, что дякую разбирается в ничем. Но воспринимаюсь к экономике. Я не думаю, что экономика сама достаточная причина. Это значит, меньше ресурсов, меньше электроники, меньше оружия для Путина. Но я не думаю, что спад уровня жизни будет достаточно, чтобы Путина потеряет власть. До войны Россия уже потеряла 10% уровня жизни с 2014 года. Это не имело никаких политических эффектов. Только больше репрессий мы видим Россию. слышат российские оппозиции, как вы вероятно, тоже слышите, что они очень пессимистически смотрят на возможности какое-то восстание в России. Ну, Павел Андерсон, возвращаясь к теме распада Российской Федерации, да, Запад во многом боится распада неконтролируемого ядерной державы. Мы это понимаем, это же было, помните, чекенки, спич, буштаж, 1991 год, то есть история повторяется, тут ничего нового нет. Ну, а, собственно, другая сторона медали, вот то, что мы слышим и сами используем в своей риторике, что позволить Путину выиграть в Украине крайне опасно. А вот в чем вы видите опасность конкретно? Ну, не будем сейчас расшифровывать, какая это будет победа, тем не менее, вот, если Путин сможет провозгласить победу в Украине, чем это опасно для Запада, чем это опасно для всего мира? Ну, совсем ясно, что цель Путина это войны. У него война первая в Чечне, потом против олигархов, но это небуквальная война, потом Грузия в 2008 году, в 2014 году, в Украине, в 2015 году, в Сирии, что Путин узнал, что войны повышают его популярность, и Центр Левада показал после войны в Грузии в 2008 году, его популярность 88%, то же самое после аннексии Крыма в 2014 году, и сейчас после того, что начали войны в Украине, 83%, чуть меньше, но обычно его популярность 60-65%, и, конечно, это не очень реальные цифры, как Россия жесткая диктатура, но это значит, что Путин после войны в Украине, если ему это получается, надо получить больше за Украину, и потом Молдова, которая практически не имеет защиты, и потом привалтийские страны очень боятся, чтобы Россия возвращалась туда, что это просто источник постоянных войн, если Путин остается точно, как Гитлер был в Европе в 30-х годах, после того, что он получил судей от Чехословакии, конечно, взял целую Чехословакию, и Путин так будет действовать, война это его единственная возможность остаться при глазеем. Андерс, хорошо, мы говорим про все-таки действительно большую опасность, если Путин сможет объявить сколь-либо убедительную победу, но так или иначе, как вы, вот последний вопрос, возвращаясь к теме евроинтеграции Украины, вы, как никто другой, комментируете вот эту ситуацию, разбираетесь в ней. Последнее заявление европейских, если не ошибаюсь, Урсулы фон дер Ляйен, что покуда российские войска остаются на территории Украины, мы так понимаем, это может быть все, что хочешь, и Крым, и с 2014 года оккупированная часть Донбасса, моего родного Донецка, то есть такая уловка 22, то есть эта оккупация может продлиться еще неопределенное количество времени, то есть соответственно и на это количество времени будет отодвигаться как минимум перспектива вступления Украины в ЕС. Правильно я понимаю? Ну, я это не так поставил, это длительный процесс, скажем, самое раннее, что вообще возможно, это в 2030 году, чтобы Украина станет членом первого начинать переговоры, это берет время, скажем, два года, переговоры три-четыре года, потом ратификация два года, это приблизительно так выглядит. Главная опасность это, что они начинают переговоры, и мне очень понравилось, как европейская комиссия в июне прошлого года поставила семь условий, в основном это условия, четыре первые, это юридические условия, чтобы конституционный суд, чтобы выше подъезд, как называется, законодательство или юстиция, чтобы они правильно избираются, чтобы там не будет скоррумпированных судей, что я думаю, что это очень правильные условия, и важно, чтобы Украина действительно совсем выполняет эти условия, тогда я думаю, достаточно легко начинать. Те страны, которые не хотят начинать переговоры о сейчас, это больше всего Франции, и второе Германия и Венгрия тоже проработали. Но как Ursula von der Лаен очень сильно действует, я думаю, что она может это как контролировать. Но если мы смотрим на Европейский Союз, как смотрят на Украину, это Европейская комиссия очень поддерживает Украину. И я там особенно поддерживал бы Ursula von der Лаен, Шал Мишель и Валдис Домбровский, которые занимаются торговлей и макроэкономикой, которые очень сильно человек в этих делах. Но никто не особо против, кроме венгерский комиссионер, который в самом деле не играет никакой роли, так пассивный человек, не игрок, к счастью. И потом Европейский парламент обычно голосует 80% за Украину. большие партии там за Украину, это только крайне правые и левые которые против. Но потом главное последнее решение это Совет Европейского Союза. И там венгрии, как вы поминули, часто остановят санкции, например, против патриарха Кирилла, джавна по поручению Путина. И ну это не имеет значения, он может дать вето. И потом Франция, где Макрон очень капризный человек, даже сложно знать, где он остановится. Например, он сейчас начал доставки танков в Украину. Это благодаря ему, что он может очень самостоятельно действовать. И в Германии там сложно, что канцлер Шолдц явно очень слабый человек, и социал-демократическая партия вообще перепутанная по внешней политике, во многом из-за Герарда Шрёдера. Но зеленые, Анна-Лена Берба, которая только так была в Украине, отлично выступает во внешней политике. И свободная демократия как-то бюрократически сложная, как министр финансов Кристиан Линнер. Это человек, который остановил финансовую поддержку от Европейского Союза в прошлом году. И совсем бюрократические причины, которые вообще не связаны с Украиной. В то же время очень сильно высказывают поддержку Украины. Но как-то его политика не очень понятно, более бюрократически, чем последовательная. Что скажем и потом Венгрия, Франция, Германия. Если эти три страны правильно действуют, тогда все в порядке. И последний же вопрос пана Андерса. Насколько связаны все-таки вопросы членства вступления в ЕС и вступления в НАТО? И что из них будет первым, как вы думаете? НАТО всегда бывает первым. Например, Болгария, Румыния вступили в НАТО в 2004 году и Европейский Союз в 2007 году. И тоже НАТО больше всего США решает. И США больше всего поддерживает Украину среди больших стран. Скажем, Шмейция, Финляндия, Прибалтийские страны, Дания, Польша, Румыния все очень сильно поддерживают Украину. Тоже Испания как-то страна, что они начали поддерживать Украину. Но НАТО США все решают и ведет. И я думаю, что правильная внешняя политика Украины была больше давать на НАТО и не только на Европейский Союз. Конечно, Европейский Союз важен, но НАТО намного легче, потому что НАТО имеет намного меньше условий, это более юридические и политические условия, как Европейский Союз, там надо принимать несколько сот законов, что-то другое дело. Ну и как мы слышим, разумеется, для НАТО вступление Украины в свой состав, это будет вступление, наверное, одной из самых сильных армий сейчас в мире, которая уже в течение года просто является пионером во многих вообще способах ведения войны, тактики и так далее. На поле боя в Украине сейчас пробируется совершенно другая война, война 21 века. И, разумеется, равных Украине сейчас в Европе, наверное, не найти. Вот это мы слышим, в том числе и от военных экспертов. Андерс, Пан Андерсе, дуже дякую вам, спасибо, что были с нами, друзья, профессор, экономист, дипломат Андерс Аслунд.